Дарья Касаткина 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 мы же тут в пузыре, нам никуда нельзя выходить. Это такая боль, потому что каждый год приезжаешь, ждешь турнир в Санкт-Петербурге, чтобы как раз-таки везде походить, посмотреть, какие новые рестораны, походить в рестораны любимые. А сейчас такой возможности нет. И даже если доставку заказываю, она все равно холодная приезжает. Вот поэтому вообще не то. Да, но жаловаться не на что, потому что отель очень крутой, корты, как обычно, очень крутые, люди везде классные, поэтому в любом случае я всем довольна. А вот из-за того, что спортсмены находятся в пузыре, не становится ли один турнир похож на другой или все равно отличаются? Немного есть такое. Меняются только пейзажи и отельные комнаты. Но в Санкт-Петербурге в принципе все меняется, поэтому... И слава Богу, что и зрители, это очень важно, потому что со зрителями, конечно, вообще другая атмосфера, по-другому все воспринимается. Ну, давайте к матчу тогда переходить, который проходил со зрителями. Естественно, здесь все в Петербурге вас поддерживали. Непростой он получился. Мне так показалось, не знаю, может быть, потому что я за вас болел. В первом сете было ощущение, что вы практически полностью контролируете ситуацию и могли выигрывать с большей разницей в счете. Но почему-то вот в какой-то момент у Клары получалось забирать геймы. Да, ну, такое бывает, особенно, когда один игрок играет суперагрессивно. То есть, он, допустим, на какой-то промежуток времени начинает просто попадать чуть больше и забирать чуть больше очков. Но я была спокойна, я понимала, что в какой-то момент это закончится. И я провела весь матч, я считаю, на достаточно ровном уровне. У меня не было спадов, но в то же время не было таких сильных не спадов. Поэтому, наверное, это был ключ, то, что я весь матч провела ровно, а соперница все-таки немного у нее была такими волнами. Ну и в заключении матча образцово-показательный тайбрейк, на мой взгляд. Я часто слышу мнение, что тайбрейк – это лотерея. Расскажите, как вам удалось сорвать джекпот? Ну, это может быть лотерея, но в то же время нет. Есть такое понятие, что тайбрейк всегда выигрывает тот, кто играет агрессивнее. И на самом деле это правда, это действительно так работает. Тот, кто играет агрессивнее, чаще всего выигрывает тайбрейк. И вот у меня была эта мысль в голове. И я, да, с первого, вот первый розыгрыш, получается, была вторая подача у моей соперницы, и я сразу решила войти в корт и ударить. Ну и потом по накатанной, как бы на уверенности получилось закрыть достаточно уверенно тайбрейк, что очень хорошо, потому что, насколько помню, у меня в этом сезоне по тайбрейкам такое себе. Ну, сегодня получилось, и это замечательно. Еще раз поздравляем с победой, благодарим, желаем показать классный теннис, удачи и побед на этом турнире и на следующем. Спасибо, Дарья. А наша виртуальная студия обязательно продолжит работу. Следите за нами, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин